Самый живой, самый настоящий, вот он, самый русский народный у нас в гостях, сибирский, как правильно, давай правильно, Саша, давай. Государственный, академический, сибирский, русский народный хор. И не только артисты, здесь у нас в гостях еще заслуженный артист России, художественный руководитель хора Николай Лугин. Доброе утро. Доброе утро. Ирина Василевская, начальник ТЭР-отдела, доброе утро. Здравствуйте. И Евгений Малышев, руководитель творческих проектов. Доброе утро. Ну и, если можно, тоже услышать здравствуйте от артистов, да. Да, здравствуйте, доброе утро. Чтобы все почувствовали, как их много здесь, очень мы любим, Саша, когда становится тесно. Давненько, да, давненько у нас не было тогда, атмосферно. Такая прям компанийская такая атмосфера, действительно. Во-первых, мы очень рады и хотим вас поздравить с тем, что вы стали лауреатом конкурса «Золотая книга культуры Новосибирской области» в номинации проект года 2017. Ну и, собственно, поводом для этого послужил ваш масштабный проект «Сибирь. Жемчужина России». Расскажите кто-нибудь, что это был за проект и каким, чем он так по пальцам показывает, как дети. Сейчас ты, ты расскажи, не ты. Давайте все рассматриваем. Значит, проект «Жемчужина России» был посвящен 80-летию Новосибирской области. Коллектив проехал с гастрольным туром по 17 городам России. Закончилось выступление коллектива на знаковых площадках в Санкт-Петербурге, в академической капелле Санкт-Петербурга и в Москве в театре «Русская песня». Что за репертуар вы туда возили? По всем городам ли одинаковые песни пели, или разные? И как вы их выбрали? Ну, для этого специально мы создали такую программу из лучших произведений, которые есть в репертуаре сибирского хора. Тут был и «Золотой фонд», и все, что связано именно с Сибирью, с историей нашего хора. Ну, программа была в двух отделениях, большая, насыщенная программа, где, как обычно и всегда в народных хорах, это три единства, так сказать, составляющие нашего искусства. Это танец, песня и музыка. Ну, естественно, были сольные, хорошие солистов вывозили. Программы были насыщены плясками, костюмы великолепные. Ну, в общем, прославляли Сибирь, русскую народную песню. Такая большая концертная визитка Сибири. В каких городах побывали? Маршрут городов на самом деле был очень большой. Вы сами придумали, куда поехать? Мы придумывали сами, плюс мы рассматривали и просчитывали маршрут так, чтобы это было удобно и по логистике. Ну, предложения ведь были, правильно же? Были предложения. Кто-то хотел именно, чтобы мы выступали в городах. Это естественно. Популярные коллективы. В Тюмени были, понятно, уже в Санкт-Петербурге и Москве были, еще где-то рядом. В Екатеринбурге, Омск, Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Самара, Оренбург, Самара, Тольятти, Ижевск, Нижний Тагил, Казань. Все эти люди теперь знают, что такое искусство Сибири. Давайте и Новосибирская область узнает тоже, что это такое. Хотим, просим очень музыки. ПЕСНЯ Субтитры подогнали Симон. 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 Одесса национального общения. Давайте к хору вернемся. Бывает, по нету 75-80 человек это очень большая такая большая компания, но бывает ли что нужен кто-то еще? Набирается ли еще народ, кто-то может быть уходит, нет? Вот происходит текучка кадров? Как попасть в хор? Вот я к чему веду. Средний воздustр довольно-таки молодой состав хора, что тоже не совсем обычно для всех хоров. Как-то у нас молодежь все-таки идет к нам. Слава богу. Ну а то, что... Наверное, молодежь с музыкальным образованием. Конечно. Просто так не возьмет. Конечно. Только у нас конкурсный отбор обязательно происходит. Мы прослушаем обязательно кандидатов к нам в артисты. Ну а что касается привлечения каких-то музыкантов или других людей, которые могут участвовать в каких-то программах, если программа того требует, допустим, мы вот недавно выпускали программу, связанную с Есениным, по Есенину, да, то мы приглашали музыкантов, например, скрипка приглашалась, там гармонисты, театральный актер. А в составе хора на постоянной основе? Вот сейчас с нами баянист. Кто еще есть? Какие еще музыкальные инструменты у нас на постоянном? Оркестровая группа довольно-таки приличная, хорошая, конечно. Я понимаю. Вот я и спрашиваю, что входит, Саша. Тебе все инструменты перечислять? Балалайка Домра обязательно, баян, ударные инструменты, контрабас прекрасный, который все любит. Ох, какая большая балалайка. За рубежом это вызывает восхищение. Ну, множество ударных инструментов всяких. Это ложки, там, дудочки, какие-то еще. Треугольничек. Да, обязательно. Тебя на треугольничек поставлю. Спасибо. Ну, что? Ну, что? В общем, Оркестр народных инструментов обязательно. Это аккомпанирующая группа музыкантов. У нас их 16 человек, и они имеют свою концертную программу. Номера обязательно в концертной программе. И у нас принято. Мы не менее двух произведений исполняем. Обязательно без солистов. Да, да, обязательно. Как сольное произведение. Аккомпанируя песни и танцуют обязательно. Про восторг за рубежом. Бывают ли гастроли вне Российской Федерации? Планируются ли в ближайшее время? Бывают. Ну, и мы всегда планируем, конечно, выезды за рубеж. Но корректив очень большой. Очень. 75-80 человек, представляете? Ну, частями как-то. Вывести все это. Частями нет. Частями нет. Мы теряем тогда все это присущее нам, вот именно вот этому большому коллективу. Давайте еще. Давайте слушаем. Пожалуйста. 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 А командир хороший, а казаки удалые Черневая моя, черновровая Черновровая, черновровая, черновоглазая Кудрявая голова, раскудря, кудря, кудря Раскудрявая голова, браво, браво Катерина, браво, сердце моё Катерина, браво, 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 сердце моё А казаки удалые, а конь у них ураные А казаки удалые, а конь у них ураные Черневая моя, черновровая, черновровая Черновровая, черновоглазая, кудрявая голова Раскудрявая, кудрявая, раскудрявая голова Браво, браво, Катерина, браво, сердце моё Браво, браво, Катерина, браво, сердце моё Ой, как у нас шестьсотки не та жизнь была весёлая Ой, как у нас шестьсотки не та жизнь была весёлая Черновровая моя, черновровая, черновровая, кудрявая, 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 раскудрявая голова Браво, браво, Катерина, браво, сердце моё Браво, браво, Катерина, браво, сердце моё Браво вам, браво, Государственный Академический Сибирский Русский Народный Хор Я даже не понимала, в наушниках у меня что-то играет или нет Потому что такая сила голоса, что мне сквозь бьёт Мне хотелось, и-и-и, вот это вот тоже вот так вот сделать Моё патриотичное сердце ликует, когда вы говорите, что молодёжь идёт в хор Это замечательно Идёт ли она на концерты в аудитории, в зале? Идёт Идёт? Идёт Ура! Аудитория зрительская, если раньше она была там за 40, то сейчас аудитория разновозрастная Абсолютно разновозрастная Но самое удивительное и главное, что вот когда мы ездили с проектом по России Удивляло то, что идут от 15, от 14 лет на концерты Предполагаю, что это люди, которые тоже собираются связать своё будущее с музыкой Будущее с музыкой, либо просто из интереса Вообще, на самом деле Либо это корни Либо это корни, да Которые любят своё Потому что в городах-миллионниках, где есть определённая история, многолетняя, да Мы молодой регион, нам всего лишь 80 лет Но есть города и регионы, которым по 500, по 600, ну где есть тысячелетняя история Тысячелетняя история, да Тысячелетняя история И люди приходят для того, чтобы познакомиться с другой культурой И знакомят с культурой, они очень много же по России не понимают, что Сибирь это регион, где живут, где цветут, где рожают детей И очень большая ваша заслуга в том, что вы об этом рассказываете Спасибо большое, тем более с помощью искусства К сожалению, нам очень хочется с вами ещё поговорить подольше Время поджимает Мы вас поздравляем с наступающим днём рождения И вас в том числе Девятнадцатого сентра Аншлага вам на концерте Спасибо большое Государственный экономический сибирский русский народный хор у нас был в гостях Спасибо большое за атмосферу от чистого сердца И мы всем слушателям тоже говорим спасибо В студии для вас работали Талалаева Нася Александр Часовитин Всем добрых и позитивных выходных А, Виолетта Как же я забыл, да Живите интересно Пока-пока